Музыка Вообще, хочу сказать, сегодняшний наш день начался так, мы вообще не спались клёвым, не спались вообще, спали почти до 12 дня, то что-то покушали и выехали, как обычно, в нашу МСУ, приехали, вообще, мы забронировали, до этого мы забронировали, короче, номер в отеле, мы приехали, заселились, туда оставили кое-какие вещи, вот, сняли мы его до завтрашнего утра, получается, потому что нет смысла находиться в одном отеле, как бы в одном отеле, как бы в одном отеле, в том же месте, мы же гуляем везде, вот, и наш вид из окна выходит прямо на эту башню, вот это тауре, я сегодня сниму ее, кстати, вот, в сторис, ну, и так снимем, так, а сейчас мы пришли покушать наш Баскин Робинс, вот, это шарики, которые взрываются внутри, это клубника, потом шоколад и клубника, вот, ну, в общем, как мы заходим в Баскин Робинс, у нас всегда такая трудность, потому что, во-первых, они разговаривают на английском, но на другом, но вы не сразу понимаете, понимаете, чтобы сказать, что сюда от Башарика и вот в такой стаканчик, ну, минут, наверное, 10 ушло, так что вот так, погода, короче, за окном видно, то, что дождь, сейчас сезон дождей, очень влажно, влажность очень повышена, ну, у нас это место, ладно, не бывает, и, ну, даже на работе, и вообще некоторые знакомые спрашивали, поедете ли вы на море, ну, я думаю, потому что вообще я люблю воду, люблю море, хоть и не умею плавать, короче, ладно, вот, ну, если честно, в этот раз даже не хотелось, конечно, остров Чаджито это отдельная история, и все-таки мы все равно когда-нибудь туда взлетаем, попадем, и все это с ними вам покажем, ваши впечатления, в общем, но не сейчас, потому что, во-первых, сейчас очень влажно, там очень много народу, людей, вот, и, ну, мне кажется, много интересных вещей, и, как бы, много интересного можно и сделать здесь, в Сибири, как некоторые спрашивают, даже у Кольба, постоянно ездить на каждой входной часу, что вы еще там делаете, мне кажется, там ничего интересного нет, ну, те, кто не побывали здесь, они, конечно, как и будут думать, говорить, мы здесь уже знаем практически все, но единственное, мы не были кусанецами, так мы были везде, так что наше выходное начнется вот так, наш новый отпуск, ну, оставайтесь с нами, будем снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ребята, мы, короче, зашли в лотто, вот, который вот этот вот, лотто-тауру, и здесь, оказывается, хотя сколько мы здесь были, да, уже несколько раз, короче, здесь тоже есть эта библиотека Аркенбук, помните, мы туда специально ездили, мы вам про нее рассказывали, показывали, короче, здесь мы сейчас пофоткались, вот, и я увидела такой отдел, но здесь вообще много чего, короче, здесь канцелярские товары, разные красивые ручки, интересные книги, блокноты, какие-то пазлы, по-моему, там есть, короче, вот, ну, мне вот этот а то же понравилось, короче, что, короче, вот, это что, коречки, но я их, я, конечно, их не буду носить, не носила бы, ну, просто такой интересный, да, вот, сейчас я нашла, слышите, мне вот такие мелодии, вот, напоминают из фильма «Ужас», вот, когда вот такая что-то играла, мелодия, и там какой-нибудь клоун-убийца вылазил, ну, короче, мелодия, я так понимаю, что везде одинаковая, а нет, это другая, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, слышите, как интересно, вот, помимо этого, здесь продаются разные полотенца, ну, это так, на заметку, кому интересно, короче, вот, потому что я буду вам показывать все, что мне нравится, вот такие вот разные, этот сапог, как будто, как у нас знак Янсугу. Ладно, пойдем дальше. И здесь есть, конечно же, кофейня, где можно попить кофе, рядом сидят люди, которые занимаются, рядом тут же играет музыка, но мне такое не понять вообще, что-нибудь вообще, какая-нибудь информация усваивается у людей, нет? Не знаю. Всем доброе утро, ребят. У нас сейчас, конечно, не утро уже, полденадцатого дня, вот. Мы проснулись, немножко перекусили в отеле, и сейчас пришли в наш любимый Старбакс. Коля, покажите, пожалуйста. Вот наш завтрак. Это наш завтрак. Мы, короче, неизменяем, мы полили, да? Старбакс, мы как-то заходили в другие комнаты, что же кофейню, но все равно прям тянется, да. Что они делают, я не знаю, наверное, у нас заколдовывают. Дождик немножко, в общем-то, все равно идет вот за окном, но на улице духота, да? Компец, ну, кирпец полдушный. Вот сейчас плавно у нас, наверное, идем в какой-нибудь, может быть, новый магазин. Сейчас подумаю, сделаю перекусим. Потому что можно было бы, конечно, прогуляться, где-нибудь, ну, вы сами понимаете, да, во-первых, сейчас с зонтиком, это тоже неудобно, и все равно, да, сырость, дождь, все равно как-то не очень. А вообще я хочу сказать то, что Сиул как-то по-особенному красив, хоть мы и постоянно сюда приезжаем, но все равно, знаете, все равно он будет завораживать, прям притягивать к себе, и как-то хочется здесь жить. Хочется здесь жить, а потом здесь люди совсем другие, а здесь менталитет, сами даже хангуки, и, допустим, где мы, да, там совсем другие хангуки, вот, и сейчас вот с этой пандемией еще я хочу сказать то, что все пока лопнут в масках, но немножко так, ну, здесь пока я, по крайней мере, я не замечала, а вот в нашем, в Анчоне, да, хангуки, короче, ну, как, приезжие, мы же в Анчоне, туристы, да, получается, приезжие, и к нам как-то вот так смотрят, потому что они думают, что весь вирус, как бы вторая волна, завезли именно мы, как бы приезжие. Поэтому, если раньше к туристам прям так хорошо и приятно относились, ну, как вам сказать, прям улыбаются, да, прям вот лучезарной улыбкой вас встречают, то сейчас пока, по крайней мере, такого, ну, не заметишь. Так что пока вот такие новости, и, кстати, давайте мы сейчас покушаем, я вам попозже, наверное, расскажу то, что, какие условия сейчас сделали для приезжих. Ну, немножко, конечно, которые будут пить по карману. Так что мы не переключаемся. Ребята, мы сейчас вышли на улицу, мы сейчас находимся возле Коекса. Вот, вы уже помните это место. Сзади меня, получается, такой клевый, знаменитый экран. Вот, и что я хотела сказать про информацию. В общем, недавно, буквально вот на днях, была такая информация, то, что те, кто будет заезжать в Южную Корею, это Казахстан, Узбекистан, Россия и еще вот две страны, честно, вот, ну, не помню. В общем, эти страны будут, получается, проходить карантин не дома, как обычно, да, а будут проходить в особых учреждениях, это больницы. Вот, и что самое интересное, то, что вы должны за каждый день платить, получается, по 100 долларов. Это, получается, 1400 долларов за 14 дней. Вот, если у вас обнаружится, не дай бог, да, коронавирус, то какую-то часть будет погашать сама вот клиника. Вот, но если у вас ничего не обнаружат, вы по-любому в конце, вот, 14 дней, да, двух недель, получается, будете оплачивать эту сумму. Итак, что я хочу сказать. Человек, допустим, улетел домой, вот, прилетает он, либо он должен на карточке эти деньги еще стоять, 1400 долларов, либо, я не знаю, там, блин, занимать или чего, чтобы пройти вот как бы, да, вот этот карантин. Так что, ну, блин, новости всегда меняются, то до этого говорили, то, что можно, конечно, въезжать без проблем, главное, чтобы была как бы справка. Ну, сейчас, вот видите, вот так вот все поменялось. Так что, я, конечно, буду вас держать в курсе дела, потому что у нас каждый день что-то меняется, вот. Ну, что самое интересное, то, что для Казахстана вот прям каждый день вот эти вот новости по-разному. То их запускают, то их не запускают, в общем, вот так. Ладно, мы побежали, что-то у нас дождик начинается. А дождик, скорее, не очень хороший, еще облусеем, не дай бог. Так что, давайте, на связи. Ребята, мы дома, приехали. Сегодня, на удивление, мы прям приехали очень рано, короче, в 5 часов вечера, ну, потому что начался прям капец какой проливной дождь, поэтому мы решили поехать домой. Ну, и плюс, конечно же, я немножко натёрла мозольки, поэтому я не могла прям аж двигаться и гулять, короче. Мы зашли в Массима Дути и такие вот очень стильные сланцы, можно сказать. Ну, вообще, они называются сланцы, потому что через пальчик сланцы, вот, кожаные, короче, а здесь само дерево. Вот такие они без каблучка, просто имитация, да, то, что нарисовано, каблучок. Ну, в общем, так может показаться, то, что, ну, обычные сланцы с кожаным хлястиком, да, и всё, как бы лакировано, да, он немножко идет. Но на ноги он схватывается вообще шикарно, и плюс такие сланцы, как бы можно носить с сарафаном, что я и сделала, плюс можно носить, вот, помните, я вам до этого показывала комбез, также, допустим, какие-нибудь широкие брюки, плюс, допустим, джинсы, ну, в общем, сланцы можно носить эти со всеми вещами практически, вот, и как бы я их сразу одела, ну, как, они что, будут просто так в пакете, что ли, лежать в коробке, да, поэтому я их сразу одела, и вот, как новую обувь, я натерла мозольки, поэтому мы еще поехали домой. А до этого мы заходили в Nike, и Коля искал себе, чтобы такая повязка была на голову, либо как резиночка, да, вот, и мы взяли вот такое. Они, получается, по отдельности, видите, вот, по отдельности, хаки черный и белый, вот, но здесь что хорошо, то, что внутри идет такая вот, как бы клейкая... Силикон. Да, силикон, короче, и плюс, ну, на голове он прям, мы прямо попробовали, он сидит очень плотно, вот, поэтому, конечно же, даже вот эта вот тонкая сама вот резиночка, вот, даже она будет держать, вот, допустим, у кого, ну, как, густой волос, вот у меня очень густой, и он прям тяжелый. Так что вот такие вот резиночки, ну, посмотрим, как будут смотреться на голове. Вот. Вот такие вот, короче, у нас выходные, суббота, воскресенье, завтра, ну, вообще у нас в планах было дальше тоже поехать погулять, но пока мы не знаем, потому что погода еще, блин, такая, ну, дождей, вот. А так, в принципе, сейчас что, покушаем пиццу, и, кстати, будем монтировать видео, и еще классные фоточки будут, вот, и, кстати, может быть, завтра, либо послезавтра, я еще не знаю, тоже расскажу вам немножко о Корее. Вот, выберу тему, короче, расскажу. Все, всем пока! 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 Пока!